Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Анна Николаевна Рындина, заместитель начальника отдела организации деятельности, участковых, уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области, начальник отделения по делам несовершеннолетних управления УМВД России по Тверской области, подполковник полиции Анна Николаевна, здравствуйте. Сергей Евгеньевич Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС, МЧС России по Тверской области. Сереж, добрый день. И Александр Анатольевич Евдокимов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области. Александр, добрый день. Добрый день. Уважаемые друзья, сегодня вот таким составом мы вновь собрались, чтобы вновь обратить ваше внимание на безопасность наших детей. Жаркая погода, да, можно сказать, спровоцировала увеличение числа гибели детей на воде. Другая угроза, это по-прежнему дети у нас выпадают из окон. И реальную угрозу представляют пожары, огонь. Совершенно верно. Начнем, давайте, наверное, с основной причины, которую называют правоохранители многие, потому что об этой теме мы говорим последние две недели, это точно. В патрульной службе постоянно поднимаем этот вопрос. Говорят правоохранители о том, и сотрудники прокуратуры, и сотрудники полиции, и сотрудники МЧС, говорят о том, что главная причина – это безнадзорность. Еще используется термин «беспризорность», но мне кажется, «беспризорность». Лично меня это слово отсылает где-то в революционный период XX века, когда толпа беспризорников и когда задачи несколько иные стояли у той же милиции. Давайте начнем с века XXI, с этого лета. Итак, у нас данность, у нас жара, и у нас безнадзорность. Анна Николаевна, о чем мы можем говорить сейчас, о каком количестве вообще преступлений, что вас больше всего тревожит сотрудников ПДН? В текущем году несовершеннолетними на территории региона совершено 173 преступления. Это несколько ниже, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось количество преступлений, совершенных подростками в составе групп. Что касается преступлений, которые совершены подростками в состоянии алкогольного опьянения, то эта цифра остается на уровне прошлого года, совершено 27 преступлений несовершеннолетних. Анна Николаевна, если мы говорим о состоянии алкогольного опьянения, это значит, есть взрослые, которые продают детям то же самое спиртное, потому что иначе же они самогон гонят, что ли, сами? Конечно. У МВД проводится большая работа по выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В текущем году выявлено 106 таких фактов и 6 преступлений возбуждено в отношении представителей торговых точек, работников торговых объектов по факту повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Ну, то есть, понятно, что раньше они уже привлекались к административной ответственности, но выводов не сделали и повторно. И теперь же уголовная ответственность. Обязанность продавца здесь какова? Приходит человек, допустим, это в деревенских магазинах, где выявляются? И в сетевых или сетевые какие-то крупные магазины? Они смотрят, они спрашивают паспорт и смотрят на лицо человека, который покупает алкогольную? И в крупных торговых объектах тоже. Конечно. Но иногда срабатывает человеческий фактор, когда большой поток покупателей и продавец в силу загруженности, наверное, не успевает посмотреть, обратить внимание, какой же возраст покупателя. Но вместе с тем это все равно не делает их невиноватыми в этом, потому что в любом случае нужно обратить внимание на возраст. Если возникают сомнения, обязательно потребовать паспорт, потому что вы сами понимаете, что несовершеннолетние у нас бывают разные. А причем я знаю, что многие пытаются хитрить, или подходят, или кого-то просят из покупателей. Да, есть добрые люди, у нас люди добрые такие, да? Есть. Что давайте, давайте мы возьмем бутылку этого или пачку сигарет и пробьем, как будто бы это наш товар. И бывает, с таким просьбами обращаются дети? Обращаются, конечно. И здесь, значит, мы еще раз обращаем внимание тех же самых продавцов, кассиров, которые сидят на кассе, кто пробивает товар, да? Внимательно смотреть на человека, кто покупает, спрашивать паспорт. Относительно преступлений, которые совершают подростки, что это? Это имущественные преступления, это в основном краже? Да. И из тех же самых супермаркетов, да, наверное, попадаются? Из разных. У нас в этом году увеличилось количество краж, совершенных подростками из жилищ. Это все состав, это тяжкий состав. Ну, у нас иногда дети не задумываются о последствиях, совершенных на деянии. То есть они думают, что вот, ну, стоит бесхозный дом. Как правило, это дома дачников, которые находятся в сельской местности, забираются туда, походят, что-то незначительное они своруют. Но вместе с тем это относится к разряду преступлений, категории преступлений, тяжких преступлений. Ну, вот, независимо от того, на какую сумму они совершили имущество, в любом случае они подлежат уголовной ответственности. И еще раз повторюсь, что это тяжкое преступление. То есть сумма здесь не важна? Как то, что ты украл в супермаркете? Квалифицирующий признак – это проникновение в жилище. А, проникновение в жилище. Это характерно именно для летних месяцев такие виды преступлений? Или это бывает и по весне, и по осени, и зимой? И по весне, и по осени, это такое время. Вот у нас, например, в Ромешковском районе подросток совершил 11 проникновений в жилище. Один подросток, причем он совершал в группе и с несовершеннолетними, и в одиночке, и в группе со взрослыми лицами. Если совершается в группе, это отягчающие обстоятельства? Но подростки, бывает, собираются в такие стайки преступные, да? Но вы сказали, что в этом году такого меньше, да? Или просто зарегистрировано меньше? В этом году зарегистрировано меньше по сравнению с прошлым годом. На 17,3% достаточно такое существенное снижение. Но все-таки мы не будем забывать о том, что у нас есть еще латентная преступность, есть еще преступления, которые не раскрыты. Среди них могут быть в том числе и кражи, и иные преступления совершенно несовершеннолетними. Вот относительно раскрытые и не раскрытые, ведь этого же подростка удалось поймать, который 11 раз залезал, да? Здесь как соседям надо быть внимательнее. Как подловить, как зафиксировать, что было такое проникновение? Потому что иной раз по году, по несколько лет хозяевы не приезжают в дом, и никто не знает, что к ним кто-то забирался. Или как? Ваш совет к какой жителям? Соседям, конечно, нужно быть повнимательным. Мы обращаемся и к куличковам всегда, и с главам сельских поселений, и вообще к обычным гражданам, которые при получении какой-то информации, при их наблюдении, когда что-то их настораживает, всегда обращались бы в полицию и сообщали о таких фактах. Потому что иногда заблаговременное информирование сотрудников, это облегчает и работу правоохранительных органов, и в некоторых случаях помогает предотвратить последующие иные преступления. А вот этот подросток, он состоял на учёте каким-то образом, или раньше в поле зрения не попадал? Он состоял на учёте. Но можно было каким-то образом, ваши сотрудники, ваши подчинённые, они как-то ходят, проверяют, что делает человек, или когда они приходят на проверку, он сидит в законопослушный ребёнок и читает книжку? По-разному бывает, но эти преступления совершены в ночное время, поэтому опять же мы возвращаемся к тому, что одной из основных причин совершения подросткового преступления является отсутствие должного контроля со стороны родителей за времяпопровождением своих детей, за организацией их досуга и вообще за их поведение. Ну надо же, это значит, родители думали, что он спит, а он куда-то уходил на не совсем законные дела? Родители бывают разные. Родители иногда вообще не интересуются, к сожалению, в наше время не интересуются жизнью и судьбой своих детей. Большей части заняты зарабатыванием денег и обеспечением, так сказать, иных потребностей детей. На этом их воспитание в большинстве случаев заканчивается. А чем живёт ребёнок, чем он интересуется, с кем он проводит свободное время, за счётами это неинтересно. Да, как говорится, у него там есть завтрак, обед и ужин, он обеспечен дорогим айфоном, может быть, у него есть дорогой мотоцикл, и значит, всё в семье хорошо, да, наверное, так рассуждают многие. Да, иногда, когда видят какие-то посторонние вещи в доме, которые не принадлежат ребёнку, в ходе разговора выясняют, ребёнок говорит, что да, вот я заработал деньги, при этом не интересуясь о том, каким образом заработал эти деньги. Уважаемые друзья, сейчас прервёмся на небольшую рекламу. Не переключайтесь, 300-190, телефон прямого эфира. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире. Тема дня, 300-190, звоните, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о профилактике преступлений, правонарушений и несчастных случаев среди детей и подростков. С Анной Николаевной Рынзиной до перерыва затронули вопрос безнадзорности детей, именно часто именно это становится причиной тех же совершений преступлений, да. Серёж, я знаю, что именно безнадзорность становится причиной гибели детей на воде. Жарко, да, лето особенное у нас в этом году. И дети, конечно, каникулы, кто на даче, кто в деревне, да, они, естественно, идут к воде. И что у нас получается? Дети, которые не находятся в оздоровительных лагерях или где-то с родителями, если месяц не отдыхают, они все практически на водоёме. Даже буквально вчера случай такой, ну, к нам в ГИМС на берег Волги подходит трое детей, говорит, у нас круг улетел, мы там за ним хорошо, они вот пришли, не додумались сами плыть за ним, то есть, ну, ветром уносит, почти к середине. Мы взяли детишек, мы на лодке поехали, забрали этот круг. Я говорю, а где ваши родители-то вообще как? А он говорит, они нас отпускают нормально. Это какая река-то? Волга? Ну, здесь у нас на Волге. На Волге, конечно. Слушайте, но здесь же у нас опасная широкая река, судоходная и вообще глубоко. Ну, дети, они, может быть, немножечко не понимают опасность, какая-то, а и плода, поэтому сами родители, да, они как бы не доносят. Даже если они отпустили детей, нужно такой инструктаж детям. Может быть, какие-то страшные истории рассказывать или еще что-то самим родителям. Ну, вообще, уважаемые друзья, вот страшный пример, это пример несчастных случаев. Он здесь играет роль? Вот, может быть, кого-то убережет? У нас несчастный случай, да, произошел в прошлое воскресенье в районе поселка Эмаус на реке Волга, где у нас катер переехал ребенку. Слава Богу, ребенок уже остался. Ребенок переплывал? Конечно, ребенок переплывал. Ну, тут можно понять, да, двое детей, они играют, они там соревнуются, они переплывают. Ну, взрослые о чем у нас думают? Ну, думают, да, что я, если я иду на катере, я выполняю там требования какие-то, определенные правила. Но нужно понимать, вы идете против солнца, блики воды идут, ничего не видно, а вы идете со скоростью там больше 40 км в час. Конечно, вы никого не увидите. Но надо понимать, что может быть возникнуть какое-то препятствие, тем более препятствие в виде человека. Но, Сережа, существует, вот когда человек сдает, ведь это же тоже права получать на это дело, существует правило, как и на дороге, правило дорожного движения, то есть здесь правило поведения на воде. Правило существует, но и тут нужно учитывать все условия, что жаркая погода, что очень много людей на воде, что много людей на берегу, и что, возможно, будут иметь место факты, когда люди переплывают реку. Поэтому нужно учитывать эти факторы. То есть здесь ребенок, здесь две стороны нарушены, дети без надзора взрослых, а взрослый, который в это время находился в лодке, был просто, скажем так, невнимателен на дороге. Да, он получает какое-то определенное удовольствие, правильно, что катер быстро бежит, волну разбежает и так далее. Это можно понять, но фактор присутствия какого-то человека на середине реки, он исключил. И поэтому думают, что он не виноват. Кстати, вот мы говорили про случай, что дети подошли на Волге, а по статистике гибнут дети и не на очень крупных реках, да? Да. Ведь это же достаточно, как говорили, что пьяные лужи могут утонуть, но здесь конкретно дети, здесь можно захлебнуться где угодно, в любом водоеме. У нас несколько лет назад был случай на Ведемье, на маленькой речке, где просто семья приехала отдыхать, уже как бы вышли из машины, начали пикничок раскладывать, собака вместе с ними. Собака забегает в воду, ребенок за ней, подхватывает течение, на глазах у родителей ребенок тонет. И отец буквально ничего не смог сделать, и нырял, и в 30 метрах вынул своего сына мертвого. То есть это очень опасно, нужно, даже если вы пришли на водоем с ребенком, тем более с маленьким, которому там от 5 до 8 лет, его нужно за руки держать. То есть ни в коем случае он не должен остаться, и мы говорим, не на секунду без присмотра, потому что может в любой момент произойти несчастный случай. Но у нас все случаи, да, вот, Аня, которые происходили, именно вот это вот, либо брошенные дети на произвол судьбы, а ничего с ними не случится, да, либо пьяные родители рядом, да, пикник, пикник на обочине. Да, такой у нас был в этом году, случай в Калининском районе, когда родители, находясь в состоянии опьянения, находились на берегу реки Тверца, и буквально на их голосах ребенок утонул. Ну и в большинстве случаев все наши погибшие люди на водоемах в 80% находились в состоянии опьянения. Ну, просто не укладывается ни в какие рамки само поведение людей. Вот я вам привожу пример в это воскресенье на карьерах случай. Отдыхает компания, там два мужчины с женщиной, употребляют спиртные напитки. Более того, им делают замечания, они там вступают в какую-то конфликтную ситуацию. Женщина это начинает купаться, там еще что-то, ну, захлебнулось. Ей оказали помощь, вытащили на берег, вызвали скорую помощь. Ее там, можно сказать, откачали. Продолжается то же самое. То есть они начинают... То есть как только откачали, все по-новому. Да, начинают опять купаться. У нас там, кстати, сейчас инициативная группа там открыли пляж в небольшом участке в южной части карьеров. То есть они оборудовали спасателями, понимаете. Делают им замечания, что, ну, так и так. Начинается потасовка, вызывают полицию. Приезжает полиция, эта женщина начинает уплывать от полиции тонет. То есть она сама уплывает, видит, видит, что она перекупает. То есть все равно нашла свое, так сказать, судьбу. Именно в этом водоеме. То есть взрослые себя ведут настолько неадекватно в состоянии опьянения и не понимают всех рисков. Потому что вода всегда к пьяному человеку относится очень... Это да. Кстати, Сереж, вы сказали относительно оборудован кусочек пляжа на карьерах. У нас есть вообще в черте города, в черте Твери или в других населенных пунктах оборудованные места? И каждое ли место... Ведь все равно люди пойдут купаться. Ну, в городе Твери мы уже неоднократно об этом говорили, еще раз повторимся, что официальный пляж он у нас как бы не открыт. Причина какая? Причина это месторасположение нашего пляжа, которое на Фанасе Никитине находится, это наличие ливнева. То есть мы как бы не можем его... Но тем не менее обеспечить безопасность администрации города Твери принимают превентивные меры. То есть управление обеспечения безопасности жизнедеятельности администрации города Твери имеет спасательный отряд, который помимо определенных действий еще выставляет своих спасателей дежурство на берегу реки Волги. У них есть спасательный катер, обученные ребята, которые вот в эту именно теплую погоду выставляют пост. Выставляют буйки специально, чтобы люди понимали, что это зона заплыва. Соответственно, и в зону заплыва люди, когда двигаются на маломерных судах, они не заходят. То есть как бы самые минимальные превентивные меры приняты. То есть по охране, безопасности, жизни. Но тем более, да, пусть не оборудовано... Перед началом купального сезона обследовали водолазы наши аварийные спасатели, службы дно, убрали посторонние предметы, которые за этим не появились. Поэтому как бы можно даже все равно назвать это место пляжем, потому что оно у нас... Ну а куда идти-то еще с Инулией, по рухой реке? Да? Здесь не оборудоваться, здесь тем более уже как народная тропа. И в области у нас достаточно-таки много пляжей оборудовано существует. Это и по всей реке Волга, ну, на всех практически базах отдыха, где вот есть берег, да, и все оборудованные места, есть спасатели дежурят. Например, в Рейдисе у нас очень хороший пляж находится, где Боргова, до Хазавидова, в Канаковском вот районе, также в Асташковском районе достаточное количество пляжей. Это, например, у Сергера, да? Да, оборудованные. Все дежурят, и тогда спасатели. И даже в Торобце. Ну, даже, это относительно там, да, Торобец далеко, а там тоже живут люди, много отдыхающих наверняка. Очень красивый, кстати, город. Да, и достаточно много водоемов там, поэтому там даже три пляжа у нас. Это, кстати, говоря о том, что вот мы в начале лета встречались, говорили, да, что много наверняка будет и в связи с пандемией, и в связи с развитием внутреннего туризма. Будет много туристов наверняка, да, которые приходят и будут купаться на различных водоемах. Кстати, относительно вот того нашего разговора, Александр, мы прогнозы делали на лето, мы еще не знали, какое оно будет, мы только могли предполагать, да, те самые ограничения, о которых мы говорили, они остались в силе, вот чего нельзя, вот что до сих пор делать нельзя. Прогноз, да, у нас оправдывается, лето жаркое, вот влияет это, естественно, не только на, к сожалению, на гибель людей, в том числе детей на водоемах, на выпадение детей из окон, так как люди проветривают свои жилые помещения, но и напрямую все это влияет на пожарную безопасность, количество пожаров у нас, если взять летний период, у нас возросло, вместе с тем, если с начала года смотреть, несколько снижено у нас количество пожаров, вот, что касается гибели людей, динамика по уменьшению гибели по сравнению с первым кварталом положительное, вот, вместе с тем погибло 4 ребенка у нас, к сожалению, на пожарах. Это на пожарах, да, уже? Это с начала года, Саша, вы говорите? С начала года, да, это трагическая статистика, вот, два ребенка у нас были спасены пожарными подразделениями, но потом, к сожалению, скончались в больницах, вот, также трое детей пострадало на пожарах, буквально последний случай в воскресенье в Кесово-Горском районе произошел, опять же, здесь оставление детей без присмотра родителей, родители косили бензокосилкой траву, оставили бензин, оставили детей двух без присмотра, которые играли, вот, и в результате неосторожных действий и поджога, опять же, бензина самостоятельно детьми, один ребенок 6 лет получил травмы, сейчас находится госпитализирован в детскую областную больницу в городе Кеверин. Какой кошмар, это вот, когда мы по каждой программе говорим относительно спичек, да, к счастью, жизнь вне опасности, но, тем не менее, получил ожоги, проводится проверка, в том числе проводит и следственный комитет по своей линии проверки, и будет принято отдельное профессиональное решение в отношении родителей, которые оставили без присмотра. без присмотра. Вот, кстати, какая-то ответственность Анны Николаевны родителей и законные представители, мы называем других взрослых, именно таким понятием, да, она когда предусматривает уголовную ответственность? Вообще предусмотрена какая ответственность за то, что ты оставил своего ребенка и ребенок у тебя покалечился или погиб? Ну, у нас кодексом административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей в воспитании, обучении, содержании за счет прав и законных интересов. Естественно, в любых случаях, когда ребенок причинена травма, мы рассматриваем наличие в действиях того или иного родителя состава административного правонарушения. Вот, если в данном случае говорить, конечно, эта трагедия произошла ввиду отсутствия контроля со стороны родителей, ввиду того, что там мама косила траву, ввиду того, что мама совершенно не подумала о том, что оставленные дети и оставленный без присмотра бензин могут привести вот к таким трагическим последствиям. А семья-то нормальная, благополучная? Семья нормальная, папа находился в это время на работе в семье, есть еще старшая дочь, но она была в доме самая непосредственно. А вот младшие братья решили, почувствовали себя взрослыми, решили попробовать, как все это произойдет. Тем более, так интересно, да, говорим, мы детям всегда все интересно. для их это познание чего-то нового, какое-то приключение, вот, какие-то они считают геройскими вот эти вот свои поступки, ну, с своей точки зрения, но тем не менее, вот это очень часто приводит к трагическим последствиям. Закон у нас как строго вообще относится к таким случаям, вот именно к таким фактам, когда ребенка оставляют безнаказанным. Нужно ли здесь как-нибудь, что называется, подвинтить гайки? Получают реальные сроки? Ну, я знаю, что когда гибнет ребенок, уже по линии следственного комитета я сама не разбывала на судах, что вот мама Висегонски, да, помните, девочку-то, она реальный же срок получила, да? А здесь или здесь в основном, если ребенок получает какие-то травмы, ограничивается условным сроком? Или же предупреждением, или чем, я не знаю как. Ну, здесь все следственный комитет будет проводить следствие, рассматривать, был ли умысел естественно в действиях родителей, насколько она вообще осознавала опасность оставления детей вот в таких условиях. Конечно, это нужно проводить проверкой, и по результатам проверки будет принято решение. Я к чему, Анна Николаевна, что чем еще вразумить взрослых-то? Вот что, вот из года в год продолжаются такие случаи. Как их заставить-то, чтобы они следили за своими детьми, чего они не испугаются? Уже не говоря о том, что ты потеряешь своего ребенка, самое страшное. Ну, видимо, родители не задумываются о том, как наши дети, когда совершают преступление, не задумываются о последствиях. Ой, лежит жвачком, да хочется эту жвачку. Да, так и родители в большинстве случаев вообще не задумываются, к чему может привести. Конечно, те страдания, которые получают родители, когда ребенок оказывается в травмирующей ситуации, это настолько велики, тем более, если они заканчиваются каким-то смертельным исходом. Ну, наверное, та ситуация, которая произошла в Кесовой горе, она, наверное, научила маму многому, и такого больше у нее не произойдет. Но многие родители, если вот мы сейчас перейдем к выпадению ЗОГ, москитные сетки, просто мы из года в год говорим, размещаем информацию. В этом году мы обратились к Министерству транспорта, и в автобусах у нас размещена информация, чтобы люди ехали, читали, видели, к чему могут привести. То есть колоссальная идет пропаганда, разъяснение родителей, но почему-то должных выводов они не делают. Вот, вот почему-то, почему-то, что нужно для того, чтобы они сделали выводы? Если у тебя один ребенок, и он погиб, да, упал, что тебя еще может наказать? Вот как? Вот да? Вот как? Или, может быть, пример, или один трагический пример, вот как мы с Сергеем говорили, учит, может быть, как Монтейн еще говорил, негативный пример всегда лучше, чем какой-то позитив. Да, негативный пример учит, но не стоит забывать о том, что если в семье один ребенок, то можно лежить за этого ребенка. Да, и не будет больше, некому будет выпадать из окна. Итак, проблема выпадения из окон. О чем мы говорим? Вот за этим круглым столом, наверное, минимум раз в пять, наверное, поднимали эту тему, вот правильно вы говорите. И профилактика, да? И в автобусах, и на подъездах, наверное. По квартирно ходите, говорите как-то, родители, вообще, принято родителей сейчас собирать на такие своеобразные родительские собрания, или это в школах все ограничивается? Не знаю. Родительские собрания в школах проходят, сейчас уже практика такая, когда уходим в детские сады, рассказываю. Вот вы как сотрудники ГИБДД начали уже с детского сада, в сущности МЧС то же самое, да, вы, ребята? Да, я тут могу дополнить, у нас сейчас работают как загородные лагеря, так и пришкольные лагеря, их более 500. Мы в каждой смене по нескольку раз проводим там агитационную работу не только по пожарной безопасности, но и в том числе, в принципе, по безопасности как на воде, так и по безопасности в быту, и доводим непосредственно до детей эти требования. Ну, вы доводите по нету языку, мне кажется, вот такое понятие как агитационная работа, мне как-то сразу хочется уйти и лучше взять книжку. Она подкреплена у нас интересными фотографиями, интересными фото-выставками, также демонстрацией пожарной техники, спасательной, ну, каких-либо, ну, в действиях при внештатных ситуациях, и, в общем-то, детям это интересно, и порой... Ну, понимают, да? Уже дети, получается, ну, порой, что даже дети доводят до родителей то, что родители... Вот это тоже очень важно. Вот если бы маленькие дети, которые выпадают из окон, могли, когда они могут говорить или что-то, да, еще говорили, мама, с папой, закройте окно, если бы такое случилось, да, Ань? Или ребенок скажет маме, там, с папой, находясь в водке, давайте жилеты оденем. Ну, да, да. Или когда маленький ребенок берет маму и говорит, мама, не надо переходить дорогу, потому что говорит красный свет. Такое тоже бывает. Давай дождемся зеленого. Здорово, правильно. Это вот, то есть, это и есть внутренний мир, то есть, человек уже маленький, когда он понимает, что нужно себя беречь, не надеяться на авось. Это уже результат многолетней профилактической работы, друзья мои, я хочу вам сказать, что вы уже чего-то положительных эффектов забываете. Нам ничего не остается, как проводить вот эту системную работу из года в год по всем линиям, и МЧС, и МВД, и совместно с ГИМС, и все-таки она дает определенный результат, но это надо проводить постоянно. Постоянно капать, что называется, на мозг. Анна Николаевна, я хочу, чтобы вы сегодня еще раз такое действие произвели нашим уважаемым радиослушателям и телезрителям. Обратитесь, да, воздействуйте на их мыслительный процесс, обратитесь к родителям, у которых есть дети, сейчас жарко, и ведь это же не зависит, там первый этаж или 17-й, да, это везде может закончиться гибель ребенка. Конечно, уважаемые родители, еще раз хочется обратиться к вам и сказать, чтобы вы побольше времени уделялись своим детям. Если у вас маленький ребенок, не оставляйте его даже не на продолжительный период времени одних, потому что даже трех минут, пяти минут хватит того, чтобы ребенок оказался в какой-то травмирующей и даже смертельной опасности. Объясняйте детям правила поведения в лесу, на воде, не оставляйте окна открытыми, не надо рассчитывать на москитные сетки, которые вы установили. А еще хочется обратиться к вам и чтобы вы посмотрели, обследовали места около окон и чтобы у вас там не было предметов, которые позволили ребенку забраться на окно с помощью них. Это стол или тумбочка или стол, все что угодно, да? Чтобы окно есть открыто, если маленький ребенок, он не смог туда забраться. не имел доступа к окну, потому что большая часть случаев, когда маленькие дети выпадают из окон, это диван, стул, кресло, которые позволили ребенку залезть на подоконник, ну и с последующим оттуда. А эта сетка, они облокачиваются на ней и выпадают вместе? Она же не может убежать ребенка, конечно, они облокачиваются на него. Ну не открывать вообще, окно открытое, оставьте щелку, вот как сейчас современные окна это позволяют Сейчас современные окна, там есть специальные средства защиты для, вот, чтобы обезопасить родителей и детей от таких трагических ситуаций, но, к сожалению, иногда, может быть, не задумываются, иногда, может быть, жалеет потратить лишнюю копейку на установку этих средств. Я не знаю, чем, думаю, дети, у нас в западном двене случай произошел, когда ребенок двух лет выпал за окна, забрался вот через кресло, на подоконник, выпал в то время, когда родители спали. То есть родители продолжали спокойно спать, а в это время ребенок находился на улице, подбрала соседка, можно так сказать. Уважаемые друзья, уважаемые друзья, это предостережение, все, о чем мы говорим в этой студии, это уже, к сожалению, написано кровью, все правила. Вы помните об этом, что вы можете лишиться своего кровного существа, которое воспитывали, которое родили в муках, да, и которым дорожили всю жизнь. Потому что одно вот такое неловкое движение, одно неосмысленное действие родителей может привести к трагическим ситуациям, которые уже никак не исправить. сережа, если случилось такое несчастье, вот как мы говорим, трое детишек подбежали к вам на Волге, это спасло, да, можно сказать, детишек, они побежали за этим. Как быть в этой ситуации, если вы попали в воду и чувствуете, что что-то не так пошло? В первую очередь хочется, чтобы все взрослые понимали, даже это пусть не их дети, они видят детей, чтобы делали замечания, потому что зачастую бывает у детей соревновательный характер. Вот один есть какой-то там лидер среди там мальчишек или девчонок, он может хвастаться, что я могу там, грубо говоря, переплыть в Волгу, да, и мне ничего не будет за это, может быть. А уже они не думают, что можно утонуть или еще что-то. Вот были такие случаи, и когда трое ребят плывут, и все, видишь, один не может уже плыть, мы уже вытаскивали таких не один раз. Или какой-нибудь там плавающий предмет нашли, бревно или матрас какой-то и плывут посреди Волги с этим предметом или на нем или еще что-нибудь такое. Нужно, чтобы все взрослые принимали участие в воспитании наших детей. Ну, просто не быть равнодушными, да, мы о чем говорим, но не проходите в него. Сделать замечания, не ругаться, ничего. Самое главное, не ругать ребенка, чтобы не отпугивать, а нужно его просто объяснять, что необходимо вести себя правильно для собственной же безопасности. И наоборот, ребенка научить, чтобы он других научил детей, да, и, собственно, например, показывал, что не надо заплывать. Да, жарко, но бывает там, что нет там возможности у родителей, он с кем-то там отправил, там с другими там пришел на воду, но у него чтобы было понимание, что вот он может зайти, окунуться, и не надо никуда плыть, где есть глубина. То есть вот это нужно донести. А у нас что в городе происходит? Мы сейчас с прокуратурой из Олжского района проработаем вопрос. Вот это бетонное сооружение на заставе, которое у нас находится, в Монградске, с которого так любят прыгать дети. Так у нас и взрослые пример показывают. У нас в этом году там пьяный мужчина вот она уже, спрыгнул с этого. Другой стоит пьяный, ему начинает объяснить, что два дня назад погиб человек, он еще начинает что-то брониться с сотрудниками. И сам прям на глазах прыгает в воду. Ну вот что делали? Сами взрослые себя так ведут. Дети зачастую, вот у нас сейчас Декрасинский мост, там повесили они, там тарзанки свои, и начинаешь объяснять, они вплоть до того, что начинают инспекторы кидаться ко мне. Ну вот это о чем говорит? То, что у детей немножечко понимание к окружающему миру совершенно другое. Воспитание. Александр, что по вашей линии относительно пожарной, к сожалению, мы говорим пожарная безопасность, это опять же таки огонь, это реальная угроза, чего ни в коем случае нельзя делать тем же дачникам, тем же деревенским жителям, да, и как вести себя в лесу. Запрет сохранился до начала осени у нас на территории Тверского региона? Совершенно верно. У нас продолжает действовать особый противопожарный режим, с 1 июня по 1 сентября установлен губернатором. Что это означает? Означает, что ни в коем случае нельзя разжигать костры на своих участках, на общих землях, без разницы. Вот, на это действует категорический запрет. Также это распространяется и на лесные насаждения. Что касается ограничений, то ограничения на посещение лесов у нас вводятся уже при 4 классе пожарной опасности, но не стоит забывать, что 3 класс пожарной опасности, который сейчас преобладает на территории области, он уже считается, скажем так, вот, тем классом пожарной опасности, при котором возникает довольно-таки большая вероятность возникновения лесных пожаров. вот, а 4 класса... А, кстати, если пойдет дождь, то этот дождь, даже кратковременно, он не исправит ситуацию, да, на тех же торжеях? Совершенно верно, он не исправит этой ситуации. У нас сейчас в Калининском районе действует 4 класс пожарной опасности, что, соответственно, означает на ограничение посещения гражданами и въезд в них на автотранспортных средствах в леса. Вот, у нас с начала года уже возникло 18 лесных пожаров, это больше, чем в том году. Вместе с тем ситуация под контролем мы держим. У нас и мобильные группы, и оперативные группы, и органы местного самоуправления, лесники, все задействованы. Проводим практически каждый день совещания в режиме ВКС с главами. Ситуацию держим на контроле. Возбудили уже 6 уголовных дел непосредственно нашими дознавателями. Также у нас по 3 пожарам в Нелидовском городском округе, где были поджоги, мы передали и установили эту причину с помощью нашей лаборатории, передали в органы полиции на рассмотрение. Также, то есть, продолжаем работать и в этом направлении. И опять же таки обращаемся к тем, кто будет посещать вдруг леса на выходные. Уважаемые друзья, костры не оставляйте, не бросайте огурки. Те же самые предупреждения, о котором мы говорили много-много лет. Уважаемые друзья, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, вас как зовут? Нина. Нина, да, мы вас слушаем. У нас вот живет в нашем доме, в Неврисетске, Пельвово, в дом 9, женщина с ребенком. Ага. В общем, мы не знаем, что делать. Она, ну, как, издевается, носками удевает. На детей кидается, кто ее, ну, ребенка там назовет, ну, как дети. Уже сколько раз в комнату детской милиции приходила, как-то вот при нас приезжала милиция, она открыла дверь, вышла голая, и ударила участкового, избила, как говорится, и по делам несовершеннолетних, женщина, вот она вышла, синяк ей послала в Полтаве. Господи, это тоже хулиганство какое-то, нарушение закона. Мало того, что страшно, что дети, вот соседки, дети боятся ее. Она кидает, если дети так поругались между собой, она вылетает с дубинами, и это, камнями кидается. В общем, не знаем, что делать. Милиция, что, подсадь, синяк, и ничего. Соседка по площадке звонит, ну, что ж вы ее оставили-то нам? Она, а мы, говорит, ничего не можем сделать, мы не имеем права с милицией, приняли с тем. Это университетских переулок, дом 9, да, я правильно поняла? Да, да, номер квартиры. Номер квартиры какой у этой женщины? 45-я. У нее 45-я, да, и у нее есть ребенок, да? Да, он не прописан, здесь живет, есть у него не баба, не приятного, так говорят. то есть она одна воспитывает этого ребенка? Анна, нигде не работает. А несовершеннолетний ребенок-то, маленький какой? Ну, мы не знаем, точно, 13 лет. А, ну, все равно, да, 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 это уже риск реальный, да, Анна Николаевна? У вас какой-то вопрос есть или пожелание, Анина? Ну, кто-нибудь может вот помочь нашему дому и окружающие дети боятся? Мы вас услышали, угу, мы вас услышали, спасибо за звонок, Анна Николаевна, но это вот реально, это реально дом подвержен своему, да, частному, своей частной угрозе. Это что-то ненормальное, если она такое рассказывает. Ну, я так понимаю, что угроза-то со стороны матери. Да, но вот со стороны вот этой вот женщины, которая кидается, да, и тем более дети в округе боятся и даже не хотят с ней связываться, потому что она реально опасна. Да, ну, я запишу адрес, мы возьмем на контроль, выйдем еще раз, посмотрим, поговорим с соседями, выясним, в чем там дело, что это за женщина и посмотрим, какие меры к ней принимались, если принимались и вообще, что, какие меры к ней можно принять на данный момент в связи с тем, что нам рассказала. Ага, понятно, я думаю, что телефон это не на наши сотрудники записали. Анна Николаевна, несколько слов о профилактической работе. Сейчас, вот этим летом, много ли детей, подростков устроено, что называется, под присмотром, находится в лагерях оздоровительных, и ходите по квартирам, что делаете для того, чтобы обезопасить детей, которые остались и не удел? Ну, вообще, организация летнего отдыха детей, это первостепенная наша задача, мы начинаем над ней работать и решать ее еще с весны. Конечно, одно из актуальных решений этого вопроса, это направление детей в загородные детские оздоровительные лагеря. Вообще, это решение многих проблем, да? Вот, во всяком случае, под присмотром они этот месяц будут? Во-первых, под присмотром, во-вторых, они задействованы на различные мероприятия, что также их отвлекает от нехороших мыслей, можно сказать так. Есть пришкольные лагеря, в которых также дети отдыхают. Большую помощь нам оказывает Центр занятости населения в плане трудоустройства детей. Вот, ну и есть такие виды отдыха, такие мероприятия, которые проводит Комитет по делам молодежи. В этом году мы очень тесно с ними взаимодействуем. Рассматриваем су-линейку мероприятий, которые, возможно, скажем так, для нашей категории несовершеннолетних вовлекаем их туда. Инспектора по делам несовершеннолетних, участковые и полномоченные полиции проводят свою работу по профилактике, в том числе посещая семьи и те, которые состоят у нас, и на учете родителей, имею в виду, и семьи, где состоят на учете несовершеннолетние, с ними проводятся профилактические беседы. Конечно, стоит сказать, что не всегда профилактические беседы имеют должный результат. Ну вот о чем мы говорили, да, всю программу практически. То есть если бы вот это было панацея, мы бы обговорились и знали бы, что наша беседа, если наша беседа подействует правильно, то у нас и преступность будет искорена. К сожалению, наши дети, в том числе и родители, очень иногда негативно настроены на наши приходы, посещения, разговоры, что также негативно сказывается на поведении в дальнейшем несовершеннолетних, потому что они, чувствуя защиту родителей, неправильную защиту родителей, ведут себя неподобающим образом. Очень часто бывает, что потом такие родители к нам обращаются за помощью. Но, увы, я... А уже, что называется, не плев колодец. Да, время упущено. Уважаемые друзья, у вас такое же отношение, как вы сейчас, что советуете на оставшиеся дни, полулет еще впереди, да, осенью встретимся, поговорим ваши советы конкретные, как себя уберечь и родителями, прежде всего. Александр, давайте. Ну, во-первых, как уже было сказано, ни в коем случае не разводить открытый огонь у себя на дачных участках. И в тех же самых бочках нельзя, да? В тех же самых бочках мы ничего не сжигаем. Не сжечь, да. Давайте потерпим до сентября, там будет видно, вот как только установится, ну, не будет сухой, жаркой погоды, если не будет ветреной погоды, уже данный запрет в сентябре будет снят, и можно будет спокойно ездить за теми за грибами, да, если пойдет дождь. Если кому-то необходимо сжечь то, что у него накопилось за лето. Вот, второе, ну, не устаем повторять, что оборудуйте свое жилище, дачи, дома, квартиры, автономными пожарными извещателями, которые, как показывает практика, приносят, на самом деле, пользу. Довольно-таки много случаев в целом по стране, и в том числе у нас в Тверской области, когда пожарный извещатель автономный, который работает от батарейки, устанавливается буквально за одну минуту на потолке, на стене, в верхней части, где угодно, он спасает жизнь, он будет, ну, громким сигналом своих хозяев о возникновении пожара. Поэтому мы пропагандируем это, и стоят они недорого, можно купить специализированные в магазине. Самое главное, еще что можем сказать, давайте, Сереж, к вам перейдем, минута до конца эфира. Находить в водоемах нужно соблюдать просто элементарные правила безопасности, то есть не заплывать далеко, а люди, которые управляют судами маломерными, соблюдать правила плава. И в первую очередь надевать спасательные жилеты. А то зачастую видим, что у нас на носу лодки сидит не только взрослый, но и ребенок без жилета. То есть, если совершается падение, можно сказать, что человек погиб. Это когда мы говорим, что ты в машине пристегиваешь, да, вроде приучили, да, всех, а здесь без жилета на воде, это как для многих норма, да, к сожалению. И, наверное, уважаемые друзья, если подытоживать наш разговор, еще раз говорим, уважаемые взрослые, да, не оставляйте, не оставляйте. любите своих детей, не оставляйте их в тех ситуациях, которые могут привести... Не оставляйте без присмотра, без присмотра, которые могут привести к их гибели, потому что в этом году, конечно, и ситуация с утоплениями, и с выпадением его окна просто зашкаливает. И то, что касается пожара, вот этот случай, который мы посмотрели, опасность таится кругом, да, и если уж дети отдыхают у нас за городом, пусть оттуда будут полноценным и здоровым, ради здоровья. Для этого мы туда их отправляем, чтобы они оздоровили все. Я хочу сказать, что да, я просто вижу, какие усилия прикладывают наши правоохранители, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, прокуратуры, для того, чтобы предотвратить. Так относитесь по-человечески и с пониманием, если к вам в дом пришли сотрудники в форме. Они не просто так пришли, не потому что делать больше нечего или галочку поставить, да. Это все ради одного, ради того, чтобы мы с вами были живы и здоровы. Спасибо вам за участие в программе. Я надеюсь, что лето у нас завершится более хорошим показателями. Все будет хорошо. Всех будет главное здорово. До свидания. До свидания. До свидания.